Что нужно сделать и успеть перед смертью. И скриншот, по которому можно пройти и выложить свой ответ. Татьяна Колесникова рассказывает об опасных надписях и призывах, которые она случайно обнаружила на этикетке отживательной резинки. Эта находка не на шутку обеспокоила женщину. Она воспитывает сына-подростка и уверяет, что сейчас многие родители напуганы потоком агрессивных и разрушительных вызовов, не только из соцсетей. Это на слуху уже у каждого родителя. Мы проводим, соответственно, какие-то беседы. Но на самом деле страшно, потому что дети обсуждают, приходят домой, рассказывают о каких-то случаях, выдуманных, невыдуманных. Где-то кто-то что-то слышал и на слуху постоянно находится, что в школе, что на тренировках дети это обсуждают. То есть у них есть повышенный интерес к данной информации. Напуганные пропагандой насилия родители даже потребовали изъять партию этой жевательной резинки из продажи. Любой ребенок в любом супермаркете на карманные деньги может купить упаковку жвачки с игрой «Правда или желание». Большинство заданий выглядят вполне безобидными. Например, выложив сеть видео, на котором ты поешь свою любимую песню. Но часть содержит откровенно деструктивные призывы. Это осознанный ход маркетологов, говорят эксперты. С точки зрения производителя, отреагирует он или нет, скорее всего, нет. Одна очень известная певица сказала, пусть обо мне говорят все, что угодно, лишь бы не искажали фамилию. Вот здесь на провокации построена вся рекламная кампания. Сейчас неоднозначные игры и призывы вышли за пределы виртуальной реальности. Первый всплеск тревожных сообщений о так называемых группах смерти в социальных сетях появился прошлым летом. По мнению руководителя агентства социального маркетинга Андрея Шалимова, появление таких сообществ в соцсетях – явление субкультурное. Правоохранительные органы, ФСБ, МВД и так далее, достаточно легко решают этот вопрос. Установление причинно-следственных связей здесь, оно очень легкое. Поэтому, на самом деле, что можно посоветовать родителям, это обращаться в правоохранительные органы, давать ссылки на страницы, с которых происходит рассылка. И в конце концов, правоохранительные органы с этим достаточно легко могут разобраться. Тем не менее, одна и та же информация периодически появляется в сети. Например, опасная инструкция, как стать огненной феей Винкс. Превратиться в героиню мультика попыталась дошкольница в Чебоксарах. В итоге оказалась в реанимации. По словам доктора психологических наук Бориса Хасана, если подросток решил совершить радикальный поступок, это обязательно будет выражаться в его поведении – одежде, рисунках, музыке. При условии, что у растущего человека недостаточно опор, социальных и предметных каких-то опор. Нет четко выраженного интереса и занятости, его силы, энергии. Не вовлечены во что-то. Но он пребывает в таком состоянии полупустоты, поиска, открытый. Вот эту штуку очень важно понимать. В первую очередь родители должны понимать, что от обширного потока информации оградить ребенка уже невозможно. Но можно помочь ему правильно сориентироваться в нем и не реагировать на деструктивные призывы. Татьяна Стрельцова, Павел Тюкавкин, Новости ТВК.